Дело в том, что вот здесь ситуация выглядит следующим образом. В большинстве случаев, когда рассказывают о средневековье, уже не раннем, есть как бы две линии, в более светских курсах обычно пропускают галактическую линию, а вот, например, в школах редимных наоборот пропускают ту линию более философскую. Например, в харидимных школах, я уже несколько раз показывал, по-моему, когда показывают родословные, как от кого идет традиция, то там три четверти имен ничего не говорят советским людям, причем не говорят от слова вообще, как будто этих людей не существовало. Мне хочется просто восполнить этот недостаток. Дело в том, что вот люди, о которых я сейчас говорю, они малоизвестны, а вот их влияние просто огромное было. И если Рабейду Хананей, вот это Вен Хушей и Рабейду Хушей, основатели, ну не основатели, а те, кто превратили Ешиву в Хейроване, в великое учебное заведение, о них там знают, ну те, кто учат Талмут, то существование Альфаси знают все. Причем на таком уровне, что Альфаси – это человек, которого я знавал людей, у которых имя собственное Альфаси. Ну, у меня там лично был знакомый с именем Раши, вас уже не удивляет, причем он был бухарским евреем, а не ашкеназским. У ашкеназов имени Раши я ни разу не слышал, а вот у бухарских на так абсолютно. Вот, чудесный человек Раши, всегда с восторгом вспоминаю его. Значит, а Альфаси, естественно, имя, вот Альфаси, как имя собственное. Хотя понятно, что Альфаси – это из Феса. Но, ну и что, что из Феса? Значит, Альфаси родился где-то там, в Магрибе, то есть в Северной Африке. Ну, имя известно, это имя Келад Хамад, это Алжир, вообще-то. Но для нас это все эти названия городов, может быть, для восточных людей что-то говорит. Для нас оно, там, скажем, вот фамилия Дерри, которую знают все эсеролитяне, она по названию города. Этот город вы на карте не будете долго искать, этот город в Марокко. Это по названию города вообще, фамилия от города образованная. Вот. Альфаси, значит, он родился где-то там, в Алжире. Но вообще, ну, сегодняшние, я называю сегодняшние границы, потому что там они переходили, Марокко, Алжир, Тунис, как бы они более-менее, в наших головах они путаются хорошо, совершенно замечательным образом эти страны. И, как бы, сливается в некоторое единое целое. Не совсем правильно, но привычно абсолютно. Хотя страны разные, кстати. Значит, он родился где-то там, учился, по крайней мере, по преданию… Вот о нем, на самом деле, фактов биографии очень мало известно. По преданию, он учился у Робейу Ханенеля в Кейроване. Впрочем, есть известное… В ответах есть некоторое количество его респонсов, то есть ответов на запросы. Да, чтобы было понятно. Вот чтобы был ориентир в возрастах. Он родился в 1013 году, умер в 1103. То есть полный современник Раши. Вот они современники. Вот эта пара современники. Раши умер, по-моему, в 1105. Где-то вот так. Чтобы было понятно их современно. Насколько они современники. Учился ли он Робейу Ханенеля, непонятно, потому что он на него ни разу не ссылается. Есть правило по поводу того, что там, где он говорит «некоторые говорят», то имеется в виду Робейу Ханенеля. Но это странно, потому что если это его учитель, то почему такая странная ссылка? Обычно, в общем, да. Причем, нет, была и проведена проверка, действительно, или когда он говорит «некоторые говорят, это Робейу Ханенеля» или там, где это можно определить, это «да-таки он». Но почему так странно его обозначает, он непонятно. Значит, для того, чтобы получить второй ориентир по времени, с чем мы имеем дело. Значит, Робейу Ханенеля умер, когда Робейну Ицерку Альфасе было 25. Вот перекрытие идет именно вот такое. Значит, дальше про биографию известно, что он переехал в Фессе, откуда и Альфасе, откуда и прозвище, когда ему было 75 лет. Какой-то был донос на него, и ему пришлось бежать оттуда. Не очень понятная история, потому что… То есть, от Марокко. Что там была за история, непонятно. Историческая подоплека скрывается, и нет описания. Вот если про одного из героев, о которых я сегодня говорю, там хорошо известно обстоятельства его проблем с властями, то что там было с Рифом, непонятно. Ему 75 лет. Он 75 лет. Да, умрет он в возрасте 90 лет. Еще 15 лет ему жизни предстоит. Он переезжает в Кордову, это в Испании, да, а потом переезжает в небольшой городок. В еврейской традиции этот город называется Алисана. Он… Сегодня это Люсьена. У него по-разному называется город. Там и основывается Ешива. Большая Ешива. И эта Ешива просуществует приблизительно еще… Ну, Рамба ее застанет, и она будет разрушена во время гражданской войны в Испании. Там будет большая гражданская война, связанная с некоторыми историческими обстоятельствами, связанной с династией Аль-Мухадов. Но длинная история, которая неважная совершенно для нас. Вот эта Ешива Люсьены или Алисаны, как вам больше нравится, она, собственно, и составит будущее всей этой школы. Главное, что он сделал в своей жизни, я просто вот сейчас покажу. В хорошем издании Талмуда, достаточно полном, например, в типографии «Вдовые братья Фром». Сейчас я попробую его показать. Так, вы можете кинуть невозможность заширить экран? Да, я сделал, уже должно быть. Ага, сейчас. Почему-то у вас очень странно эта опция. Вот видно, да, что я показываю? Картинка видна? Да, да. Значит, в конце Виленского издания, но он иногда и дается отдельным томом, в конце Виленского издания каждого тома, актуального тома, имеется в виду к порядкам, которые называются «Муэт», то есть то, что связано с датами. То, что называется «Муэт нашим и насеким», три актуальных порядка, плюс к трактату Брако, так к трактату Хулин. Рабе, значит, Риф написал, нет, не комментарий, он написал следующее, он написал «Кицур Талмуд», он написал «Короткий Талмуд». Что это такое? Значит, берется галахическое обсуждение, из него выкидываются все мнения, которые не идут на галаху, а формулируется, как в Талмуде, начало постановского вопроса и тот ответ, который идет на галаху с его обоснованием. Талмуд тоже регулярно в виде цитаты из Талмуда. То есть это «Короткий Талмуд». Популярность вот этого «Короткого Талмуда», где опущены все споры, которые… отвлечения, откуда выкинута агада. Да, то есть он иногда приводит агаду, но в конце обычно отрывков, обычно назидательного такого типа. Но как мы приводили в «Мишне», «Мишна» вот любит каждую главу, не главу, а каждый трактат кончать каким-то назиданием. Это вот стиль «Мишны». Вот то же самое Альфаси любит кончать главы некоторым агадическим материалом, обычно назидательного порядка. Но вообще агаду он пропускает. Он вот такой вот лист возникает. Значит, то, что я сейчас пытаюсь показать, это лист Альфаси. Это не лист Талмуда, он очень похож. Причем на него есть Раши. Раши этот кто-то проделал, я не знаю, кто проделал грандиозную работу. Он то, что те строки, в которых цитирует Рифф. Рифф – это рабын и цикальфаси. Там от приставка опущено просто. Ицикфаси. Ицфеса. Там, где есть Раши, те строки, в которых есть Раши, просто привел к Риффу. То есть, этот человек проделал вот такую же работу, как и Альфаси. Просто Раши он собрал сюда и прикрепил. Значит, вот есть Раши. Иногда он несколько отличается. Этот Раши иногда несколько отличается от Раши, который к Талмуду. И когда нужна такая ссылка, непонятно, почему. При копировании отличался. У человека рукопись была какая-то другая. Непонятно, по какой причине отличается. Не часто, кстати, отличается. Но в этом случае, цитируется, идет Раши БТП и Га Рифф. То есть, Раши с листов Риффа. Дальше. Каждому трактату есть комментарий. Причем комментаторы крупнейшие. Вот каждому трактату Риффа обязательно есть комментарий. В данном случае это трактат Брахот и это Рабейну Йона. Это вот здесь, с правой комментарией. И обратите внимание, то есть, издается солидно, как Талмуд. Листы Риффа. К нему написано несколько комментариев. Причем, что самое уникальное, к нему, например, точно так же. Это степень уважения. Точно так же, как примечания и возражения к Рамбаму, к Мишне Туран. А Райвот написал свои примечания. Он точно такие же примечания написал к Риффе. То есть к Альфасе. Есть точно такие же примечания. Другой разговор, что стилистически Райвот, если примечания к Рамбаму регулярно на грани грубости, а иногда переходят к грани грубости. То есть иногда это просто вот. Но вот дописать, с чего он пишет, такую дурость с него станет. Это к Рамбаму. Поймите, Райвот, когда это пишет, он признанный крупнейший человек Европы, а Рамбам мальчишка. Он его воспринимает именно так. И иногда, но это очень грубо. К Рифу нет. К Рифу всегда очень вежлив. Он возражает, он спорит, он не всегда соглашается, но всегда вежлив. Значит, есть комментарий. На самом деле главный хунц комментариев к Рамбаму. Это некий спор. Вот тут автор есть Маур Катан, к нему есть примечания Рамбана, который просто от этих примечаний. Маур Катан чаще всего возражает Рифу. К нему есть примечания Рамбана, который от него на камне пытается не оставить. То есть там грандиозность. Но обратите внимание на количество примечаний. Вот еще одно примечание. Вот еще одно. Это авторы. Вот еще один автор примечаний. Вот Шелтана Гебарим. Вот еще сборное примечание. То есть это сверхавторитетно. Вот эта книжка сверхавторитетная. И то, что к каждому Толмунду приплетается, вот такая довольно толстая книга, именно вот так вот изданная. Вот она набрана точно так же, как Толмунду. Это результат. Более того, я могу сказать, что вот там, где я говорил, что есть обычай, не помню, говорил или нет, был старый обычай, по крайней мере, что между молитвой Минха и Майриф там есть некоторый промежуток времени, обычно бывает. И обычно в это время учат Агаду чаще всего вообще-то учат Агаду в это время. Иногда в это время учат Китсур-Сурханару, но кончают Агадой, чтобы прочесть Кадежды Рыбана. Во многих синагогах ашкенасских это обучие установлено вполне, и не только ашкенасских. Так вот, учат для балабоса, для простых людей. Это урок для простых людей. Так вот, регулярно в восточных ешивах в это время учили именно Альфаси. Читали именно Альфаси. Я, например, как-то застал большой цикл вот так вот просто сидел человек и читал. Китсур-Сурханарух зачитывал, ну, с переводом и объяснениями короткими. А вот в восточных общинах регулярно читали именно Альфаси, именно Рифа. И, например, Рамбам, когда говорит, что я сверхзамик, я не могу ничем заниматься, я не могу давать уроков. Единственное, что я делаю, я по субботам для балабасим читаю Дапей Альфаси. То есть он читал вот для людей именно это. Более того, вот что такое вот это влияние. Существует работа, где ровно в том же стиле Рамбам пытается повторить работу Рифа к «Ярусалимскому толму». Вот просто повторить. Это юношеская, похоже, работа сохранилась к паре Масехтов. Ну, если это его работа, надо аккуратно немножко говорить. Но вот попытка повторить такую же работу для Иерусалимского толмуда приписывается Рамбам. То, что Рамбам пытался ее сделать, это известно точно. Вопрос только, то произведение, которое до нас дошло, это его или нет. Это единственный вопрос. Но то, что он пытался повторить эту работу для Иерусалимского толмуда, уже свидетельствует о впечатлении, которое произвело. Значит, в Ешиве Алисена у него самый знаменитый Ибн Галад, я не буду сейчас учеников перечислять, но Ибн Мигаш, тот, кто возглавил Ешиву после него. И у него, у Ибн Мигаш учился папа Рамбама, раби Маймон. Рамбам учился у отца. Не видно, что у него были промежуточные учителя. Кажется, он учился непосредственно у отца. Не видно, были ли у него еще учителя в флумадической литературе. Но слава Ешиве Алисена до ее разрушения. Ну, вот Ибн Мигаш последний представитель крупный. Но, например, своим учителем считал непосредственно, своим учителем прямым. И утверждал, что учился непосредственно у Альфаси Игуда Галеви. Игуда Галеви учился у него. По крайней мере, так подтверждается. Раби Моше и Бенезер. Никита, пожалуйста, с раби Абрамом и Бенезер. Это разные люди. И я даже не уверен, что родственники. Ну, то есть, если родственники, то Кенгенни. Дело в том, что тут надо знать, что Раби Моше и Бенезер как поэт несравненно выше, чем Раби Абрамом и Бенезер. Именно как поэт. Он поэт. Более известен как поэт Раби Моше и Бенезер. Утверждает, что тот до 90 лет, а он умер в 90 лет, до 90 лет, до 90 годов сохранил ясный ум. И его принято описывать как человека очень, чьи проповеди на тему морали производили сильное впечатление на тему веры и производил сильное впечатление на современников. Это до нас не дошло ничего. До нас не дошла его комментаторская деятельность, если она была. Только вот эта работа Талмуда и галахические респонсии. То есть галахические. То есть как бы Рифф у нас оказывается чистым галахистом. И вот эта вот грандиозная работа его, которая до сих пор как бы в хороший тон, когда начинается анализ источников, приводить мнение Альфаси, мнение Рамбома, оно чаще всего совпадает с Альфаси. Он один из людей, которые, ну, как бы цитируются перед Рамбома. Не потому, что Рамбом ниже, а потому, что он как бы его учитель. Ну, учитель его учителя более точно. Или даже учитель его учителя. Может, даже вот так надо говорить. Но так как Рамбом сам всегда пишет «Мой учитель Рифф», «Мой учитель Альфаси», впрочем, он точно так же пишет «Мой учитель Раби Ибн-Мигаш», он не учился ни у того, ни другого, по всей видимости. Просто они умерли раньше. Ему было лет восемь, когда они умерли. Значит, тем не менее, он всегда называет своими учителями эту пару. Вот этот человек, который, по-моему, никогда не перед кем... Да, но когда вот он на них ссылается, он всегда регулярно «Мой учитель» — это вот у него... Вот по поводу только этих двоих. Ну, плюс отец, естественно. Значит, это вот такой вот человек. И, собственно говоря, вся сепардская мудрость, она где-то вот здесь и собрана. Потому что дальше галактические как бы студии вместе со школой тассофистов переходят в Европу. И школа... Вот если Рам там, венец вот этой школы, и после него уже до шестнадцатого века, пожалуй, то есть он умирает в начале тринадцатого века, до шестнадцатого века, вот таких столпов не будет, то как раз хорошую школу. В основном потому, что на самом деле мы настолько привыкли говорить про изгнание евреев из Испании, из обеих Кассилий и Арагона, вот это последнее изгнание, что забываем, что там еще было одно перед этим в четырнадцатом веке, которое тоже сильно подточило общину. Плюс ко всему видно, что вот эта реконкиста и гражданская война в Испании, а причем гражданская война там была самая настоящая, она была не только религиозная, потому что, например, Кордову от мусульманских войск защищал мусульманские же войска из другого просто, гордовства, во главе которых стоял христианин при этом этих войск. То есть это полная каша, там была именно гражданская война, где религиозный вопрос регулярно просто уходил на второй план, поэтому жить там было. Мы привыкли говорить про 1492 год, 15 век, да? Привыкли говорить про 15 век, но это конец реконкисты, королевство обеих Кастилий, это уже все восстановление христианской Испании. Конец реконкисты, но на этом и еврейская жизнь в Испании кончилась с восстановлением обеих Кастилий, как не трудно догадаться. Вот, но это здесь. В Европе я пропускаю авторов «Пасопод», потому что здесь рассказывать довольно можно не очень интересные рассказы по причине того, что это очень академическая школа. Но дело в том, что мы привыкли, когда говорим про Раши, говорить слово «Прованс». То есть «Прованс» для нас – это Франция. На самом деле, Раши теснейшим образом связан с Германией. И он учился в Гешиве, в Руане. То есть в Ренции, извините, я говорю, в Ренции. И насколько можно различить тогдашнюю Францию и Германию, это еще такой хороший исторический вопрос. Но дело в том, что постепенно талмудическая мудрость переходит в Германию. Но при этом учитывайте, что Германия, о которой я говорю, это германские княжества, многочисленные. Чья территория, еще чтобы ее правильно обозреть, какая часть этих княжеств является современной Францией, это еще большой вопрос. То есть там много чего. Там длинный разговор. И постепенно в Германии начинают вырабатываться очень серьезные центры. Опять, я хочу заметить, что учености именно, я имею в виду, я говорю сейчас только патологическую ученость. И во главе, собственно, германской, главной германской школы стоит человек, которого зовут Раби Мейер Меротенбург. Слушайте, я пропустил. Одного персонажа, конечно же, это Раби Мейер Меротенбург. В следующий раз просто расскажу. Просто я пропустил один период, довольно важный, потому что это серия постановлений, касающие ашкеназской общины, в том числе запрет на гаженство в ашкеназских странах. Раби Мейер из Ротенбурга. Авторитет какой-то запредельный. Он родился в Вормсе. В Вормсе, но еврейское старое произношение городов, у евреев так сохранилось. В Вормсе в 1215 год. И он учился у отца, как тогда было понятно. Потом, ну там длинный разговор, опять смотрите. Дело в том, что его учителя, их имена говорят ученым людям по причине того, что, понимаете, хороший человек известен своей книжкой. И там регулярно люди, например, вот люди вроде меня регулярно помнят название книжки, не помнят имени автора. Поэтому очень часто на кучу народу ссылаются на название книг. И по этому поводу там Арбатурим, когда ссылаются, то про него говорят, про человека, всегда называют Арбатурим, даже когда биографию рассказывают. А при этом заставить нам вспомнить, как его зовут, это, в общем, то еще мероприятие. Вот, например, среди учеников, среди учителей, извините, был автор Орзаруа, «Посеянный свет». Я подозреваю, что вот если я сейчас пойду в Ешиву и потребую, книгу Орзаруа знают все, кто учился в Ешивах, такая очень важная книга, но заставить их назвать имя автора, я уверен, что в 99 случаях из 100 люди просто не вспомнят, как его зовут, просто даже не догадываются. Орзаруа, он и есть Орзаруа, что вам от меня надо, что вы от меня хотите встречать. Людей помнят по книге. Так вот, это один из учителей Раби Мейра из Ротенбурга написал комментарий к Мишне, причем к Цедр Тогород, который, ну, сколько народу учит Цедр Тогород, хотел бы его знать. Тогород – это закон храмовой чистоты. Но в основном он замечательен тем, что у него безумное количество респонсов, и эти респонсы, его ученики приплетают к, как это ни странно, к Мишне Турад. Это Гагогот Мэйманиот, это примечание Мэйманиот, причем самое смешное, они есть на листе и после главы. Причем самое интересное, в смысле после того, самое интересное, что они регулярно никак не связаны с тем, что пишет Рамбом. Это на ту же тему но совершенно независимые тексты. И вот львиная доля их – это Махаран из Ротенбурга. С его биографией есть одна замечательная история, о которой, в общем, обычно, когда об этом человеке говорят, всегда вспоминают про его арест. и арест его был связан, но это отдельная песня. Значит, дело в том, что он живет в период правления, я не знаю, не нужно отвлекаться на такие вещи в историческое обстоятельство, наверное, нужно, да? Он живет во времена императора Рудольфа. Сейчас обстоятельства, которые я рассказываю, это где-то 1285 год. Значит, он живет во времена императора Рудольфа первого, естественно. Там правление императора Рудольфа это отдельная тема в истории Германии, потому что это восстановление Германии как империи. Ну, я напоминаю, что Германия называется Германская Римская империя германской нации, по-моему, так полное название этого этой конторы. При этом император избирается Кюрфюрстами, когда вы видите Кюрфюрст, например, с Оксанским, то всегда понимаете, что это великий князь, который участвует в избрании императора, их там немного было. Например, богемия, богемия, ну, мы не богемия Чехословакия, и Чехия, извините, я приношу извинения за Чехословакию. Король Чехии, например, был Кюрфюрстом. Значит, и Рудольф был очень занят, он восстановлен в Германии против грандиозной гражданской войны, очередной, которая там была. Ну, такое, войны князей, там более, там не столько гражданская война, но, сколько война князей. И главное, что он делал, да, и это, собственно, основатель династии Габсбургов, строго говоря. Я понимаю, что это звучит диковато, но Габсбурги выскочки, как известно, по сравнению с этими самыми Багенцеллернами. Да, но собственно, и он родоначальник собственно династии австрийских при этом императоров. Слово Кайзер переводим император все-таки как положено. Кейсар, да, император. Но у него были проблемы финансовые, он пытался решить и там серия законов связанных с финансовым. Среди всего прочего вспоминается старый закон по поводу того, что евреи, все евреи империи, римской империи германской нации являются сервы коммера регис, сервы значит слугами или рабами коммера это не бюджет а казна значит являются слугами королевской казны дословно. Перевожу на русский. Что это значит? Это значит, что любой еврей, который пытается сбежать из Германии, пытается сбежать от законного хозяина и грабит казну. И, например, постановление того же Рудольфа, который, постановление, в котором подписано им отправленное в кюрферские города, там было некоторые кюрферские были князьями церкви, а праве полной конфискации всех евреев, которые сбежали за границу, за море, дословно обычно употребляется оборот, значит, ультрамары. Он значит, полная конфискация всего имущества, движимого, недвижимого любого друга. А вот здесь начинается довольно странная история. Махарама Зартенбурга значит, в 1286 году, ему 66 на тот момент, решает отправиться в Святую Землю. И вот здесь выясняется довольно интересный момент. На самом деле, в Германии на тот момент существует, как это называется, в Америке был этот самый, туннель для переправки рабов в Северные Штаты. вот эти аболиционисты, они рабов, как бы негров переправляли в Северные Штаты по подпольным всяким сетям. У них была такая подпольная сеть. Вот в Германии была в этот момент такая же подпольная сеть по переправке евреев в Святую Землю. Доказано, что сеть была. Доказано, что евреи туда переправлялись. И дальше у нас есть в распоряжении совершенно чудесная бумага о том, что в в ломбардийских горах засечен письмо от местного епископа, базарского епископа, по этому пункту есть. Засечен мэр из Ротенбурга, который что-то забыл в Ломбардии. Ломбардия – это Северный Италь. И он там в источнике утверждается, что Раби Мэйр собирался, Магарам он вообще, естественно, его сокращение Магарам, Раби Мэйр собирается переехать море со своими сыновьями, дочерями, зятьями и всем, что у него. То есть он собирается туда просто сбежать сам. Причем речь идет где-то он задержался в Ломбардии, поджидая всех, кто должен к нему присоединиться, речь идет минимум человека от ста. То есть это какое-то грандиозное алия. И вот что непонятно, мотивы, мотивы, кроме религиозных, в голову не приходят, потому что РЦСР в тот момент очень и сахар, это, я напоминаю, это крестоноски, это война крестоносцами, это все, крестовый, это период крестовых походов. Никакой большой радости нет. Но таки он туда отправляется и оценка, что речь идет где-то о сотне мужчин. Причем вы сами понимаете, что окружение рабе-мейера из Ротенбурга это не голь перекатная, это убыток казни очень серьезной, это серьезные люди выходят и по всей видимости с деньгой. Значит, они были перехвачены, был вопрос отправлен императору Рудольфу о том, что с ним делать, и в результате его отправили в замок Айзенштадт, Айзенштадт. Айзенштадт помогли. Сейчас я посмотрю, просто значит, сейчас вот здесь. замок, замок, все-таки по-моему, Айзенштадт. Айзенхайн все-таки правильно. Айзенхайн. Это, значит, если это Айзенхайн, то это Эльзас нынешний. Ну, вот Эльзас ныне во Франции на тему разговоров. Что, где? Ныне это в Франции. Но Эльзас он предмет долгих спортов. Значит, положение, значит, в тюрьме, например, вот сохранились письма оттуда. Его, они через его ученика и наследника положения в Ешиве сохранились. И я несчастный, это о себе пишет Рабинэ, сижу во тьме и тьме смертной, в лоз дарин, зашало, шаним выходца. Без Талмуда, предмет рыданий, без Талмуда уже три с половиной года. В конце концов, ему Талмуд не выдали. Ему выдали все-таки бумагу и разрешили быть в переписке. Сам же Рудольф потребовал его выкупить за какую-то огромную деньги. деньги, причем эти деньги как-то называются, я просто не представляю, что столько денег в мире существует. Какие-то огромные деньги. И общины согласились скинуться. И вот Рабейну Ашер Рош, тот, кто займет место Махарама из Ротенбурга, он стоял во главе сбора, большого сбора, который был собран, чтобы собрать огромную сумму и в ней Рош собрал огромное собрание в Магонце, чтобы обсудить, как между общинами распределить сбор этого выкупа. На что получил ответ от Махарама, от Рабейна Мэра из Ротенбурга с заявлением, что не выкупает таких пленных кахов. Есть ПСАГ, который запрещает выкупать пленных за преувеличенные цены. Пленных выкупают по цене рабов, принятой на рынке. Если за кого-то просят более сильно выше цену, то его родственникам запрещено его выкупать. Официально для того, чтобы бандиты, пираты, кто занимается, не хватали евреев, знают, что за них много заплатят. Есть просто закон, прописанный в Шелхана Рухе, кстати, о том, что ни за кого не платят преувеличенная цена. Этот закон начинается в Толмит. Так вот, когда все-таки главу общины Германской империи, то есть всех евреев Германской империи, Римской империи, германской нации, пытаются выкупить за эти деньги, появляется ответное письмо Магарама из Ротенбурга, в котором он говорит, это запрещено и запрещает это мероприятие категорически сам. Значит, переписка продолжалась еще, он прожил несколько лет в тюрьме, 7 лет он там и умер. Значит, его некоторые письма просто вызывают, например, понимание, что там, где я нахожаюсь в замке Айзенштадт, у меня нет тасофота, поэтому если где-то мои ответы расходятся с мнением письменных тасофотов, то прошу считать мое мнение несуществующим. То есть я не могу проверить ничего. То есть он на память уже все делает. Значит, и так он работал. Вот он, вот эта переписка оттуда, ей сохранилось письмо из тюрьмы, причем по галахическим вопросам и не галахическим. Например, вот так какие-то вопросы задают человеку, сидящему в тюрьме. Мы знаем ответы того. И всякий человек может быть праведником, как Машера Бен и злодеем, как Ирвам Бен Вап. Он может быть мудрецом, а может быть дураком. Замечу, это большая разница. Значит, это просто цитата из Рамбома. То есть он значит, это известный Рамбом. Вот о нем задан вопрос. Значит, каждый человек может быть праведником, как Машей или Ираша, как Ирвам. Ирвам Бен Вап это тот самый нехороший человек, который поставил идола в значит, или дурак, или мудрец, или дурак. Я, кстати, имеется в виду не повреждение мозгов, а человек, который отказывается учиться. И вот ответ, значит, вопрос по этому поводу отсылается Магараму. И он говорит, что он не согласен с Рамбом. Он в одном пункте, потому что он утверждает, что существует, он приводит Медраж, известный Агаду в Талмуде по поводу того, что существует ангел, который заведует беременностями, ну, зачатиями в самом деле. Значит, и моментом зачатия решается, слабый человек будет или сильным, дураком или мудрецом. И тем самым из этого следует быть мудрецом или дураком не на выбор человека. Я хочу заметить, что Магарам из Ротенбурга по этому поводу говорит, что Рамбому не надо понимать буквально, когда он говорит, может быть дураком или нет по своему решению, он отвечает, что имеется в виду морально деградировать или морально расти, не надо понимать это в смысле мудрости и глупости, буквально. мудрость возраста. Значит, ну сколько в глупости воспитанного, а сколько прирожденного я не рискую соваться в эту тему. Скажем, у меня в доме принято считать примат воспитания значит так, у меня в доме, ну все-таки я сын учителей, у меня в доме принято всегда считать, что любого человека, ежели он не инвалид, можно вырастить, хороший тренер может довести до кандидата в мастера спорта, но не в мастера спорта, если нет нужных задатков, но не в мастера спорта. Есть граница, это граница педагогики. Вот из любого человека, ну нормального можно сделать, скажем, кандидата в мастера спорта по шахту. Можно. Не нужно, но можно. Но гроссмейстера уже нет. И даже мастера спорта уже нет, это нужны какие-то прирожденные таланты. Но он говорит, что это не про ум и отсутствие ума, он не про это говорит, потому что ум и отсутствие ума, они есть прирожденные склонности, а речь идет, что сам человек решает, иметь ли ему, ну выражаясь языком эпохи, умное или глупое сердце. Это другое. Это любопытно, что ум и глупость и умное и глупое сердце это разные вещи. И вот умное или глупое сердце, он утверждает, что это выбор человека. Это, например, вот такой ответ из тюрьмы. умер он в тюрьме, император заявил, что он не отдаст тело без выкупа, значит, и тело еще несколько лет хранилось в том самом замке Айзенштейн. В конце концов, его выкупили за нарушение всего, за крупные деньги у императора и похоронили, могила сохранилась. Еще раз, Магарам из Ротенбурга на самом деле это корень всей дальнейшей эшкиноской ученности. Вот еще раз, его труды это респонсы, его комментарии к Мишне никто не читает. Он не написал комментариев к Тории, ведь, обратите внимание, мы же, скорее, нас интересуют те, кто пишет комментарии к Тории или какие-нибудь философские книги. Он же, он этим не занимался, он галахист, чистой водой. Но дело в том, что вся последующая эшкиноская мудрость так или иначе закручена в нем. И, собственно, все германские, а Польша потом наследует Германию, будет Польша, именно мудрость, ученость, наследует Польша, они все быстро сводят свой корень именно туда, к Махараму из Ротенбурга. Но мы видим, что человек упрямый до нельзы, настойчивый в своих галахических моральных убеждениях. И при этом человек, создавший огромное количество учеников, среди его учеников главнейшим является Робейну Ашер. Робейну Ашер этот человек, который, собственно, когда Робейна заключили в замок, он немедленно возглавил общину, германскую общину. И, собственно, он занимался вопросом выкупа неудавшимся. но он как раз оставил после себя грандиозный труд, который не является комментарием, а который, обратите внимание, стиль, как его учитель занимался галахой, так Рош оставил после себя грандиозный труд, обязательно публикуемый при Талмуде, в хорошем достании, а именно не столько комментарии, сколько галахические выводы, просто чистый галахический вывод, какой он собеседует. И вот каждая тема, которая подбывается в Талмуде, есть примечание Робейну Ашера, в котором указано, какой галахический вывод от этого собеседует. Второй человек, тоже ученик Робби Мейра из Ротенбурга, это Мордехай, про него вообще ничего не известно. Он написал такой же комментарий Мордехай, он называется Мордехай, он так и называется. Про человека ничего не известно, но ученик Робби Мейра из Ротенбурга. Я могу сказать, в ашкенасских странах комментарий Мордехая, он в стиле Альфаси, читали часто, чаще, чем Альфаси. Он был очень почитаемый, в наше время на него практически никто не ссылается, но это сформировалось в последние два века, может быть, три века, но Мордехай очень редко сейчас ссылается и очень мало народа читает. Я, например, его не читал. То есть, причем не читал от слова вообще, но это означает, что мои учителя не давали на него ссылок, они говорили, что для изучения темы Талмуда им надо читать Мордехая, это значит, что мне мои учителя не давали на него ссылок. Альфаси читал, потому что мне в рамках подготовки темы дат список литературы, которые нужно проработать, вот Альфаси там появлялся, а Мордехай не раз. Но при этом популярность Мордехая даже в сефардских странах, там, где вот читать любят краткого Альфаси, Мордехай часто превосходил его предпочитали и утверждают, что он яснее. Вот не знаю, куда же яснее, чем Альфаси, но вот это ученики. И надо сказать, что читая все сборники ссылками на Робейну Мейра, а вот тот, кто их учит Рамбом и их читает, а не просто на том же листе публикуют или сзади, туда же публикуются. И их читают регулярно. Удивительная ясность. Удивительно ясный. Ясный, четкий, но именно галактический. Именно вот это мышление, логика. И ну, в общем, ну, называется, как жил, так и умер. То есть совершенно это самое. Ну, вот такой вот человек. И ну, да, я думаю, что вот на сегодня я на нем и закончу, если есть вопросы. Большое спасибо, Мэр. Ну, вопрос такой. Я слышал, что когда стали выходить первые кодексы, да, Шульхан-Арух, многие были против, потому что говорили, что это приведет к тому, что народ перестанет читать Талмуд, да, самостоятельно вводить Аллаху, а будет смотреть только выводы. Мы видим, что этот путь все-таки был естественным, да, как у сифардов, так у Ашхеназов. Смотрите, вот у сифардов, у сифардов первые, ну, это называется кодекс, да, кодификация. Это юридический термин, кодекс, мы привыкли к слову кодекс, имея в виду большую книжку, это с параграфами обычно кодекс. Кодекс регулярно называют старописные книги, рукописные книги, но кодекс юриспруденции, так называется кодифицированное право, то есть право, значит, у нас есть два типа права, у нас есть право прецедентное и кодифицированное. Европа предпочитает кодифицированное право, то есть прямо прописанное в законе, а Англия, англосаксонские страны предпочитают прецедентное право, да, ну, в Америке, кроме штата Луизиана, который наследует у Франции свое законодательство, и поэтому у них кодифицированные в штате Луизиана непрецедентное акадифицирование. Вот, значит, по этому поводу кодекс, кто пишет кодекс, значит, если мы опираемся на Талмуд, то мы как бы пользуемся прецедентами Талмуда и прецедентами Гаонин, да, Гаон, опираемся на, у нас прецедентная правда. В тот момент, когда Рамбон пишет первый кодекс, да, Мишне Тура это первый кодекс, но если Мишну не считать кодексом, хотя это тоже кодекс в общем явный, вот, но он как бы открытый несколько, то Рамбон, который не любит приводить разные мнения, он приводит их, но их ничтожное, действительно ничтожное количество, причем обычно там, где есть постановление Гаонов о степени применимости постановления Гаонов иногда бывает, приведены разные мнения. Так вот, Рамбон пишет именно кодекс. По этому поводу зачем мне знать закон, когда у меня есть кодекс, надо посмотреть в это самое. Ну вот как, зачем мне быть юристом, когда я могу посмотреть в уголовный кодекс с примечаниями Верховного суда, да, с разъяснениями Верховного суда, ну, стандартная книга, которую читают все, и знать, что там написано. Правда, тут возникает вопрос, почему юристы учатся три года минимум. Что они там делают, если достаточно взять вот такую книжку? Ответ, что нет, есть там стиль мышления, который надо вырабатывать. Вот. Но вот это первый кодекс, значит, первый кодекс у нас получается 1190, ну, приблизительно, 90-й год. Это Сефардский, это Рамбам, и, значит, соответственно, Сефардский. У Ашкеназов первый, значит, понятно, что Риф, то, что пишет Риф, это не кодекс. Он идет по Талмуду, он не пытается собрать по темам закон, он именно как по Талмуду идет. То же самое делает Рабейну Ашер, то же самое делает Мордехай. Внук, внук Рабейну Ашера, Рабейну Яфу, напишет первый кодекс Ашкеназский. Это Арбатурь. И, собственно, Шурханарух это повторение Арбатурь. Он нумерацию повторяет, он просто, вот, создатель Шурханаруха прочел всего Рамбама и написал к нему примечания, прочел Арбатурь и написал к ним примечания, и только потом приступил к Шурханаруху. То есть он знает этих два и Бейс-Юсет в Карбатуре фундаментальная работа, которую читают точно так же, как читают комментарии Рабейс-Юсетфа Карок к Рамбаму. Бейс-Юсетфа даже более важный комментарий, кстати, считается. То есть его читают чаще. Ну, те, кто читает. Вот это первый кодекс Ашкенадский. Потом появляется первый вот общий кодекс Рабейс-Юсетфа Каро. Теперь вопрос. Значит, против Рамбама были такие возражения. Против Рамбана и Якова и против Арбатурь таких возражений уже не было. Все увидели, что для того, что правильно меняется, значит, есть правило, что судья видит только то, обсуждает только то, что он видит. А по этому поводу надо область применимости закона, как применяется закон в тех и венных обстоятельствах, это и есть душа обучения. И выясняется, что если не учить Талмуд, не получается. Просто вы потеряете гибкость права. Вы потеряете гибкость понимания, что вот чему там учат Ешивов. Ешивов же читают респонсы, но всегда всех учеников говорят, когда кто говорит, а вот Робейн Магарам из Ротенбурга постановил так. Говорит, почему он так постановил? Какая разница? Да нет, это и есть разница. Ты читаешь, не узнать, что он постановил. Ты читаешь, почему он так постановил. Он пишет обоснование, а респонсы это обоснование всегда. Ты читать должен обоснование и понять, почему он так постановил, после этого проверить ситуацию, в которой ты судишь, эти аргументы применимы или нет. Вот этому мы учимся здесь. Вот это учимся. Все время учатся. для этого. Кстати, юридических факультетов учатся подобному. Разъяснения Верховного Суда читаются именно ради обоснования, а не решения. Ну, решения тоже важны. Естественно. Но читаются для того, чтобы понимать логику у всех этих дел. Вот. Поэтому выяснилось, что опасения, были опасения, но они как-то очень быстро сошли на нет, потому что очень быстро выяснилось, что не получается. Вот. Не получается просто взять кодекс и брать в лоху. Равинам стало труднее некоторое время, потому что люди говорили, а вот у Рамбома написано, ну, благо Рамбомы читать легко. Ну, для тех, кто владеет ивритом, ну, надлежащим ивритом, читают легко. По этому поводу приходится объяснять, почему все-таки в данном случае не раб нашей ситуации. Но вот, например, в Талмуде там вот сформулировано четкое правило, что судья не обязан обосновывать свое решение, если ни одна из сторон не спрашивает почему. Либо он обязан обосновывать свое решение, если подозревает, что одна из сторон считает, что судья к нему не как называете, несправедлив. Вот достаточно опасен. В этом случае он пишет обосновать. Выяснилось, что без обоснований невозможно. И выяснилось, что эти опасения как бы вот смотрите, я приведу одну цитату из мусульманского истории. в мусульманском праве очень быстро сложилось, что для того, чтобы стать, значит, у них есть Кадий и Факих, два типа судей. Кадий это простой судья, а Факих это законовед. Вот Рамбом для Египта, всего Египта, был Факих, именно знаток законоведа. И все спорные вопросы к ним. По этому поводу я просто несколько раз читал это замечание, что для того, чтобы стать Кадием, достаточно выучить две книги. Ну, хорошо выучить. Не знаю, насколько это сегодня правда, но мне несколько людей, но я читал там в несколько книгах это, причем мусульманских книгах читал. Для того, чтобы стать Факихом, надо прочесть гуру литературу. Факихи очень ехидно проходились по Каде. Всегда эта традиция такая. Так вот, в еврейском мире не было такого Каде, который совсем знает, что на руках все, и больше ничего не знает. Таких фигур не было никогда. Когда это не прокатило ни в какой момент времени. Слишком разная община, слишком разные условия, слишком разные времена, поэтому выяснилось, что риска не было, не получилось. То есть все эти кодексы, ну, например, надо видеть ехидные ухмылки раввинов, когда им говорят, что ханарухи написаны. Надо видеть их ехидные улыбки, поэтому бог по-каку. Причем ну, ну, да, потому что предпочитают, а можно не Шульханарух 1564 года, а кого-нибудь века 20-го, все-таки времена меняются, можно там этот самый Мишнабрура, Арох Шульхан, ну, 20-го комментария, можно на них ссылаться, все-таки времена меняются. Они оформлены, значит, одна из них оформлена в виде примечания, а одна в виде отдельного Шульхана Арох Это польская книга, очень важная, я ее люблю, я закон беру по ней, по вот той книжке, по Арох Шульхан, значит, но можно ссылаться на что-то более современное, потому что не надо ссылаться на такие старые книги, старые книги надо учить, но ссылаться на что-то более, ну, вот так. Но при этом, насколько я знаю, цель и Маймониды, и Йосефа Каро была как раз в написании кодекса, как раз упростить жизнь простым евреям. Рамбома точно, он прямо это писал, а вот была ли эта цель раби Йосефа Каро, это еще хороший вопрос. Дело в том, что, ну, очень долго рассказывать, дело в том, что раби Йосефа Каро и Рамбом по-разному понимали человеческое совершенство, и по Рамбому человеку следует освободить как можно больше времени для философских занятий. У раби Йосефа Каро этого не было. Он кабалист, другой. Для кабалы освободить время, нет? Кабала очень не для всех по тем временам. Есть люди, которым кабала не рекомендуют, скажем, сформулируем это так. Есть люди, которым талмуд не рекомендован. И, например, Суам пишет, что вообще-то начинать надо старые комментарии. Талмуд как положенный порядок. Но если человек учит талмуд и в течение пары лет не обнаружил особых успехов, может перейти к кабале. Ну, с точки зрения Рава Ашлага. Есть люди, которым талмуд тоже не идет. А кабала идет. Индивидуально. То есть, Раби Йосеф Кару так не думал, как Рава Ашлага? Я не вижу, что он хотел. Он хотел внести ясность. Он надеялся, что кодекс несет ясность, потому что перед ним как бы несколько традиций, причем он же писал не по двум книгам, но не по трем книгам. Принято считать, что он писал по трем книгам. Он простые ситуации пишет по трем книгам. Я буду рассказать об этом подробнее, но вообще в трудных ситуациях он созывает то, что называется Большой Бэй-Дин 70 авторитетов, 70 книг. Человек много читает. Безумно читаешь его комментарии, ты понимаешь, что человек очень много знает. У меня маленький вопрос. Можно? Да? Или уже? Вот все, что вы сейчас говорили об этом периоде, кроме Маймонида, который для людей написал, все остальное писалось для судей. Я правильно понял? А простому человеку у него, ну вот, кроме Рамбама, которого я преклоняюсь, перед которым он пытался как-то открыть. Респонсы, вот вы позвольте, я вам скажу одну вещь. Да, да. Респонсы простым людям читать не рекомендованы. Конечно. Потому что они все равно не поймут. Они неправильно поймут. Например, я приведу вам пример. Величайший посок 20 века Рэбби Моши Файнштейн, Игорь Смоши, ему задают вопрос, мы тут собираемся перевести ваши респонсы на английский язык. Он в Америке живет. На что следует ответ? Я очень занятый человек. Я бросил все. Я вам отвечаю немедленно. Переводить респонсы на английский категорически запрещено. все равно правильно не поймут. Респонсы ведь на тему закона. Надо иметь хорошее образование. Но это респонсы на тему закона. Да. А ведь люди еще и живут в перерывах, в интервалах между 613 заповедей еще есть свобода, есть стремление, есть желание, есть поиски. Но это пишут другие люди. Вот в тот период, о котором вы рассказывали, кто-то занимался тогда человеком, евреем как евреем. Занимались, конечно. В этот период людьми, жизнью. Скажем так, давайте так. Рамбом пишет, для простых людей ничего не написал, кроме посланий о гонении, но посланий обращенных как простых посланий. Его труды тем более Респонса, но Мурена Вухим для простых людей, она и для образованных людей очень сложная книга, а для простых людей это полный грамот. Там есть теплота, там есть то, что греет. Там может быть не все понятно. Например, не галактические труды Раби Йосифа Коротти, Малах Мишарим, оно тоже не для простых людей. Каббалистические труды тоже для простых людей не пишутся. Что для людей было? Как пытались те люди и вообще задумывались ли они о том, что есть просто человек? Вот это меня интересовало. Думали, но для этого были другие должности. Поймите, в хорошей общине различается должность Раф и Магид. Я специально сообщаю. Хорошо, Раф Соловейчик современный кто был? Что? Раф Соловейчик, Раф Соловейчик, кто был? Последний Раф Соловейчик. Он к кому относился? Это редкостные, есть редкие люди, есть люди, которые хороши во всех областях. Например, таким был после Рамбума, второй знаменитый человек, Рамбан, Рабейну Машебен Нахман, Нахманин. Да, точно. Он, у него потрясающий комментарий к Талмуду, у него великолепные респонсы, и у него великолепный комментарий к Тори, и очень достойные труды проповеднического толка, которые очень приятно читать и сейчас. Вот этот человек талантливый во всех областях. Но, например, Раби Абрама бен Эзра совершенно блестящий комментатор, автор трудов по астрологии и по языку, но он честно пишет, что в Талмуде он слаб. Это не его область. Он галахических трудов не оставил. Кстати, он каббалист. Есть одна, не одна, есть несколько книг по каббале, и есть одна книга, но это на грани галахи и астрономии, это установление Рушходыша, но она определяется по астрономическим признакам. Вот, он, например, слаб в Талмуде, он занимается людьми, да, значит, точно так же. Среди, например, хасидских мудрецов есть совершенно великолепный хедушей Гарин, который написал блестящие совершенно хасидские книги, которые читайте сейчас с удовольствием. Есть Сфатемет, хасидский мудрец, который и комментарии его к Торе, и его статьи по хасидизму, и его комментарии к Талмуду блестящие. Он комментирует галактические людьми Талмуды, он крупный авторитет Талмуды. Такие люди есть, но таких людей всегда было немного. Например, три крупнейших комментатора Торы 19 века, Раф Шимшин, Раф Эль Гирш, Маль Рай так он писал книги для людей, из этого самого Китбюэ, ну вот эти три крупнейших, они не один из них были галахистами. Да, но они писали книги для людей, они давали людям жить. но это другие люди, есть люди, но я в данный момент говорю о галахической мере. Я услышал, понял, то есть речь, вы когда ведете речь, вы ведете речь именно о галахистах, то есть о людей, которые занимаются законом ради закона. галахистов и хочу перекрыть ее до Шурхана Руха, но дело в том, что те, кто пишет комментарии к Торе, вот, например, давайте, из поздних, крупнейших комментариев, поздних раннего времени, Абарбанель, Дон Ицхак Абарбанель, который, кроме комментариев к Танаху, написал еще очень важную книжку о Машехе, он не писал комментарии к Талмуду, не писал калахических респонсах. Слава Богу. Понятно. Это немножко разные специальности и умение говорить с людьми, например, вот Раф, нормальная община. Просто кого не слушаешь, какие книги по философии еврейства не читаешь, да, средневековье и так далее. До последнего, скажем, до рождения хасидизма практически никто не говорит о людях. Это не правда. Все говорят только о законе. Это не правда. Это просто вы не знаете, вы просто не читали этих книг. Может быть. Нет, я имею в виду... Вы не читали этих книг просто потому, что эти книги, они устарели в очень высокой степени. книги магидов. Смотрите, вот нормальной общине немецкой есть Раф и есть магид. Вот сегодня Раф читает Драшу каждую субботу. Это его обязанность. Раф при синагоге его обязанность читать Драшу каждую субботу, рассказывать. Ну, Драшу, что-то обращайся к ним. В старых общинах до 19 века. В крупных общинах. В мелких было так же, как сегодня. А в крупных общинах. Раф читал две лекции в году. Дважды выступал в году. Причем говорил о Галахе в большинстве случаев. А проповеди еженедельные читал магид. Это он говорит с людьми. Но вы же не читаете сборники проповедей, правда? Я ищу одно. Как кто привел евреев к такому состоянию и почему не нашлось никого, кто выдернул в их, но как до начала хасидизма, то есть, когда уже резали безнадежно, жизни никакой, ничего. И вижу, что никто не занимал, занимались законом. Лучшие умы занимались законом. Если читать обзоры исторические по философии, о них даже не упоминают те, кто людьми занимался. То есть, людьми не занимались. Ну, дураки писали обзоры. Ну, может быть. Ну, хорошо. У вас есть книга средневековая история философии. У вас есть книга по истории философии. Который жив в расцвет именно галахической польской мысли. И до сих пор настольная книга, изданная для слабо грамотных людей, с Некудес, это признак популярной книги, да? Если книга начинает выпускаться с Некудес согласовками, да? То это признак того, что книга адресована к себе. Какой год? Год какой? Примерно. Золотой век в Польше. Золотой век в Польше. 17 век. Или 18? Скорее, 16. Ну, сейчас 1600. Да, Начало 17. Но мы жили 700 лет как-то жили. Но я услышал, в вашей книге тоже нету, по истории еврейской философии, почти нету людей, которые занимались бы жизнью человека, человеческими проблемами. Еще раз. Они не относятся к категории философии. дом набит книгами совершенно не галахическими. То есть, у меня есть галахические книги, сколько-то. Но так как галахани моя область, то вот ученик Рошар, Бену Ашар, главный галахический, вот его ученик. Называется Швилеи Муна книжка. Вот его ученик непосредственно. Рави Мейр ибн Альдаби внук Роша. Внук Роша. Книга посвящена объяснению устройства мира и его заселения, объяснению устройства небесных орбит Я услышал. Их орбит. Я не об этом говорю. Где-нибудь я мог услышать рассказ о том, как начинается ребенок. Значит, дальше идет просто медицинские какие-то указания. Какие нравственные части должен человек условить между собой и ближним? почитание отца и матери? Как верить в Тору? Верить в доброе воздаяние? Время возрождения? Воскрешение мертвых? Мир грядущих? И так далее. То есть, чисто... Хорошо, я попробую найти копию. Швилей в одном нигде не ссылки на эту книгу. Ни у кого. Ни у кого нет ссылки на эту Послушайте, вы же не можете, вы же не читаете Хавот-Голововод, правда? Почему? Вот кто-нибудь у меня стоит. Хавот-Голововод блестящая книга. Прекрасно. Я советую читать Хавот-Голововод. Я советую читать Кузари. Да, Гаон Мивильно то же самое сказал, да? Мне хватает, мне хватает, мне интересно, чем жили люди. Я только это хотел понять. что вы сейчас все и числили. Люди жили, смотрите, только чтобы их не зарежали. Эти люди когда-то написали комментарии к Торе и каждый век дает своих. Как это ни странно, как раз вот есть пропуск мощно дал 19-й век. 18-й век не он. А 17-й это Клигекар, например, 17-й век из классиков. Да, извините, я забыл. 18-й век дал Оргахаинга кадош. То есть каждый век давал кого-то. И замечу, отбираются, ведь вы же помните, вы меня, извините, за ссылку некошерную, но Борхес писал по поводу того, что книга классическая, книга считается классической, когда каждому поколению она говорит его, того, что актуально в этом поколении. Если книга застывает в своем времени, то ее забывают. Вот то же самое касается всех этих трудов многочисленных. Вы не представляете, я ведь было время, когда я читал огромное количество проповедей. И вы знаете, большинство случаев на них такая печать времени лежит, что это неинтересно даже. На них лежит именно печать времени. Автор это не ощущает. По этому поводу на самом деле забыты книги не потому, что они плохие были и плохо говорили людям, говорили. Много. Потому что они были только для своего времени. времени оказалось застыла в своем времени книга. Все, она ушла. Ее прекратили копировать, потому что в следующем поколении она ничего не говорит. Я услышал. Спасибо большое, вы дали мне ответ. Всего вам доброго, спасибо за лекцию. Нетерпением будем ждать в следующем. Ладно. Большое спасибо. мэр. И гуд шаббас. Гуд шаббас всем.